Дыхательные аллергены 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 около тысячи, учитывая, сколько много у нас деревьев и цветущих трав. Поэтому можно определять диагностически с помощью определения по крови. В первую очередь мы, конечно, соберем анамнез, и человек сразу почувствует в том, что он знает, когда начался первый симптом аллергии. Мы можем уже связать с периодами как раз-таки цветения определенных видов растений. Затем по крови мы уже можем убедиться. Общий анализ крови с развернутой формулой дает нам определить повышение эузинофилов. Это можно сделать в любой поликлинике, такой анализ крови. Дальше уже на определение специфичных антител, то есть конкретно уже к определенному виду, нужно определяться уже у таких специалистов, как аллерголог, иммунолог. Это специфичные анализы и специфичная диагностическая методика используется на выявлении иммуноглобулинов класса Е. Также есть такие тесты по коже, когда слегка травмируется кожа, капается туда определенная группа аллергенов, на планшетке в каплях цитрусовые, пыльца различных растений, капывает этим симптомом злаковые деревья. И сразу за 15-20 минут можно определить по реакции на кожу, на какую группу выявляется аллергия. Это может быть антигистаминная терапия. Ее вообще рекомендуется людям, которые уже знают, что у них сезонная аллергия, начинать принимать до периода вход цветений за две недели. Препараты 2-го, 3-го, 4-го поколения, они подходят для длительного приема. Препараты 1-го поколения, они больше для короткого приема, и у них есть побочные явления, как сонливость. Уже в тех новых поколениях таких противопоказаний и побочных действий нет. Там меньше противопоказаний и меньше побочных действий. Поэтому они могут приниматься на длительный период, то есть на весь период цветения и где-то еще зазор полторы-две недели после. Учитывая то, что есть возможность перекрестных аллергий. Перекрестные аллергии – это такое понятие, когда человек употребляет продукты, схожие по составу с аэрогенами, пыльцевыми аллергенами. То есть если у людей склонных к аллергии к дереву, к цветению деревьев, то тогда надо исключать заранее до цветения деревьев с рациона продукты, такие как яблоки, груши, то есть плоды деревьев, косточковые овощи и косточковые фрукты, там черешня, слива, также мед и морковь. Это основные такие продукты, которые могут вызвать перекрестную аллергию, усилить состояние аллергии, когда наступит сезонность цветения, что может до такого состояния вызвать человека, как задыхание, дышка, то есть обструкция дыхательных путей, удушье человека, отек, квинки. Это самый такой летальный, скажем, такой исход, к чему мы не должны довести состояние аллергии. Если это аллергия на злаковые, естественно, исключаются хлебобулочные изделия и мучные продукты. Они также будут провоцировать аллергию дыхательную. Если мы исключаем продукты, насорванные, скажем, травы, аллергии есть, то тогда стоит исключить продукты семочки, подсолнечное масло, рапсовое масло, орехи, все разновидности орехов, потому что это также будет перекрестной вызывать аллергию. Ну, если грибки являются источником вашей аллергии, то тогда, конечно же, мы исключаем кисломолочные продукты, сыр с плесенью, то есть те закваски, которые используются при выпечке либо при приготовлении кисломолочных продуктов. В первую очередь, если мы знаем, какой у нас уже аллергия, на что конкретно, на какой это период цветения, да, март, это апрель, май, то желательно, конечно, исключить нахождение себя в этот период, в этой зоне, полосе. Конечно же, это не всегда является осуществимым, переселиться на время цветения куда-то, да, в другую полосу. Поэтому мы ограничиваем время пребывания нас на улице, там, где цветут эти травы, либо эти деревья. В помещениях мы не проветриваем, не открываем форточки на этот период цветения, делаем просто влажную уборку, а проветривание разрешается тогда, когда прошел дождь, потому что, конечно же, концентрация вот этих всех аэрозольных аллергенов в воздухе минимальная после прохождения дождя, и там во время дождя. Поэтому можно будет тогда проветривать, либо совершать прогулки, да, вот в дождливую погоду. Когда мы выходим на улицу, то, конечно же, стоит защитить органы, лорорганы, то, что непосредственно контактирует с аллергенами. Поэтому мы надеваем очки солнцезащитные, да, для того, чтобы конъюнктиву склер-глаз защитить, маску одеваем. После того, как мы пришли на работу или, скажем, домой, возвратились, то стоит умыть лицо, либо принять полностью душ. Для того, чтобы остатки осевших аллергенов смыть с себя, также стоит прополоскать нос и рот. Это могут быть специальные спреи, либо это простые солевые на основе соляных воды, либо это можно сделать самому, просто кипяченая вода, либо раствор соляной, самоприготовленный. После того, как мы уже себя защитили, убрали лишние аллергены, не забываем про прием антигистаминных препаратов, которые на длительный период назначены. Их могут порекомендовать фармацевт, можно обратиться к врачу общей практики. Но если вы столкнулись впервые с таким заболеванием, для вас это раньше не было характерным, то тогда стоит обратиться к специализированному врачу, аллергологу-иммунологу, который назначит именно конкретные, специфичные для них анализы, для того, чтобы выявить конкретный аллерген. И тогда можно использовать определенную терапию, иммунотерапия, которая подразумевает под собой лечение, введение маленьких доз аллергических вот этого конкретного аллергена на протяжении 3-4 месяцев. Это длительная терапия, она делается до сезона подъема, конечно же, пыли, пыльцы в воздухе. Но тогда организм знакомится с этим чужеродным для себя, на что у него аллергия агентом в мелкодозированных. Это есть препараты подкожно, вводятся, либо под язык, суплингвально, в таблетированной форме. И тогда для него наступление уже весны и вот этого самого аллергена в воздухе не является аллергической реакцией. И он уже как знает, что это такое, он уже не реагирует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...